Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан в студии Зухариева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Экологически чистый продукт по низким ценам. В Махачхаре прошла республиканская сельскохозяйственная ярмарка. Нашиды, викторины и конкурсы. В Духовном центре имени пророка Иссы прошел форум табасаранского народа. Встретили как героев. Накануне в республику прилетела Олимпийская сборная России по вольной борьбе во главе с тренером Замбулатом Тедеевым. В Махачхаре прошла республиканская сельскохозяйственная ярмарка. Торговая площадка расположилась на улице Пушкина. Экологически чистые продукты по весьма доступным ценам для жителей и гостей столицы представили производители со всех уголков Дагестана. Это мясная и молочная продукция, овощи и фрукты. Остались ли довольны горожане, сельхозвыставка расскажет Патьмат Ханапова. Натуральная продукция по низким ценам. Аграрии из разных районов республики представили в столице Дагестана большое разнообразие свежего товара. Речь идет в том числе о молочной и мясной продукции. Это сыр, масло, сметана, свежее мясо, колбасы и морепродукты. Садоводы привезли овощи прямо из грядок. Также на ярмарке был большой выбор сезонных фруктов и ягод. Очень хорошо, очень довольны, почаще бы. Что вы сегодня приобрели на ярмарке? Хотелось все, но не все возможно унести. Поэтому брала всего понемножку. Как вы оцените нашу ярмарку? Отлично, отлично, чаще бы. Что вы приобрели и какие? Пока только мед и груши, пока мясо уже разобрано в основном. Честно говоря, мы радуемся всегда. Вам нравятся цены готовящие? Очень. Пока да, реальные, реальные, пока да. Самое главное – качество продукции. Да, очень. Жесть посредников. Да. Цены на сельхозвыставки в среднем на 15% ниже рыночных. Кроме того, преимущество таких ярмарок – это возможность приобретать качественные свежие продукты питания напрямую у производителей. Я являюсь главным затейником, селекционером и разводим только дагестанскую горную породу. И вот мы сегодня приехали с доступным, для всего народа, значит, доступным мясом. Мы приехали из Карабудахкенского района. Мы сами выращиваем эти индуки. У нас свои собственные. То, что идет ярмарка, очень мы радуемся. Очень хорошая ярмарка. Мы хотим всегда, чтобы повторяли еще. Республиканские ярмарки, по словам организаторов, в Дагестане будут проводиться минимум два раза в месяц. Они позволят сельхозпроизводителям реализовать собственную продукцию без посредников, а потребителям приобретать свежий товар без наценок. Вообще, по статистике, на так называемый борщовой набор, среднестатистические цены в Республике Дагестан ниже от 12 до 20%. Поэтому мы считаем, что определенная цель нами достигнута. В плане, будем говорить, такого сдерживания цен. И, как уже отметил, такая работа в дальнейшем тоже будет продолжена. Про дрова и печи теперь можно забыть. В село Ичин Сулеймонстальского района провели газ. Для местных жителей это настоящий праздник, ведь голубое топливо теперь будет в каждом доме. В населенном пункте более 50 хозяйств, в которых проживают свыше 300 человек. Из свыше 50 домовладений здесь проживает более 300 человек, будет обеспечено голубым топливом. Это комфорт, уют, чистота, порядок. Это, соответственно, и благосостояние нашего населения. Уверен, что эти комфортные условия, газ, вода и другие условия, которые есть, которые будут в последующем, позволят нам вернуть наше подрастающее поколение, молодежь в село, чтобы эти земли работали, чтобы люди занимались и растеневодством, и животноводством. Газопровод в селе Ичин был построен в рамках реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий. По этому проекту в Сулеймонстальском районе строится более десятка различных объектов. Это школы, водопроводы, спортивные залы и площадки, и объекты газификации. Я вот спрашивал, около 50 детей у вас, их должно быть как минимум 150 в ближайшее время, потому что вы теперь меньше отвлекаетесь на заготовку дров, на топку печек и так далее. Занимайтесь делами, чтобы у вас население увеличилось как минимум в три раза. Удачи вам! В Махачкаре завершается строительство сквера по улице Мраморной. Территорию, прилегающую к школе номер 61, выбрали путем рейтингового голосования. В 2019 году здесь уже был проложен асфальт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На данный момент работы по строительству сквера находятся на стадии завершения. Помощь может быть разной. Председатель Совета имамов Махачкалы Ислам Хан Магомедов оказал содействие в выравнивании дороги на одной из улиц Садоводческого товарищества «Прибор». Жители неоднократно обращались к религиозному деятелю с проблемой на разбитую улицу. Хан Магомедов со своими помощниками не остался в стороне. Они организовали грузовой КАМАЗ «Щебнем». Бочи выровняли дорогу и привели ее в надлежащее состояние. Председатель Совета имамов заверил, что они и дальше будут принимать активное участие в решении подобных проблем. Жители данного района неоднократно обращались к нам оказать помощь, а именно немного помочь с засыпкой дорог. Так как сейчас осеннее время, как вы видите, образуются огромные лужи, которые доставляют дискомфорт проходящим. Новый срок, новые кандидаты. В Дагестане активно идет подготовка к выборам в парламент республики. В выборах принимают участие 32 политические партии. Участвовать в избрании депутатов парламента смогут более полутора тысяч избирателей. Несмотря на то, что единый день голосования в России приходится на 19 сентября, в нынешнем году из-за пандемии решено проводить выборы в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. У нас на выборах в Государственную Думу и в Народное собрание парламента республики применяется система «Мобильный избиратель», которая позволяет избирателю выбирать, на каком участке ему удобно проголосовать, прикрепиться на удобный для него избирательный участок, подав соответствующее заявление. Его можно подать через территориальную комиссию, через единый портал государственных и муниципальных услуг и функций, можно через учреждение МФЦ по республике, либо можно лично явиться в участковую избирательную комиссию и подать заявление непосредственно на самом участке. По данным Республиканского центра избиркома, в дни голосования с избирательных участков будет идти онлайн-трансляция. Также для обеспечения прозрачности выборов на каждом участке будет вестись видеонаблюдение. Форум Табасаранского народа прошел в Духовном центре имени пророка Иссы. Мероприятие собрало тысячи людей, а посвятили его истории, языку и культуре табасаранцев. Подробнее расскажет мой коллега Хамзанур Магометов. Мечеть в Духовном центре еще не достроена, но она уже объединяет народы Дагестана. На этот раз здесь прошел матч-лист табасаранцев. У нас сохранение языка, сохранение своей культуры. Мы не хотим различать людей, которые религиозные или же другие. Мы просто решили в общем провести такое прекрасное мероприятие. Нашиды, викторины и конкурсы. Они украсили культурно-просветительское мероприятие. Перед зрителями выступили известные представители табасаранского народа. Душа радует, когда я вижу, как впервые истории табасаранского народа удалось вот так собрать, удалось объединить наши мысли, наши чаяния, наши надежды, можно сказать, духовной составляющей табасаранского народа. Табасаранскому народу, как и всем народам Дагестана, желаю успеха, мирного неба над головой, имана крепкого, чтобы все всегда было прекрасно. На семейный праздник приехали гости издалека. Всего собралось более трех тысяч человек. Первый раз я почувствовала настоящим дагестанкой, потому что наш язык как-то чуть-чуть вели себя фапуза. Это успех Дагестана. Не то, что табасаранцы, это успех Дагестана, Чурсову. Это очень нужны, вот эти мероприятия, очень нужны. Принимать активное участие не только мы должны, но и дети, потому что дети берут от нас пример, а мы должны показать лучший пример. Помимо подарков и добрых слов на оставление участников форума угостили обедом. Организатором мероприятия выступил муфтият региона. Хамзанур Магемидов, Алиас Хаб Магемидов, Мурат Бигбарцев, телеканал ННТ, Махачкала. А в Ахтенском районе идет строительство Луткунской школы на 400 ученических мест. Возведение объекта проходит в рамках национального проекта «Демография». На сегодняшний день завершены кровельные и облицовочные работы, и уже ведутся отделочные и кафельные. Также к объекту подводят инженерные коммуникации. Для учащихся на территории школы будут построены современные спортивные площадки и сад. Ввод объекта в эксплуатацию планируется к концу этого года. Из Кремля в Зубутли Мятли накануне в республику прилетела Олимпийская сборная России по вольной борьбе во главе с тренером Замбулатом Тедеевым. В Дагестане лучших борцов планеты ждал теплый кавказский прием – зажигательная лисгинка, угощение и встреча с тысячами болельщиков. Атмосферу передали наши корреспонденты. В Кизлюртовском районе олимпийцев встречают как героев. Сотни юных болельщиков выстроили живой коридор. На встречу с жителями села Зубутли Мятли команда медалистов Токио приехала в полном составе. Мы ощущали вашу поддержку, когда вы за нас переживали, болели. Абдул Рашид Садулаев, Заурбек Седаков, Заур Угуев, Гаджумрад Рашидов и Артур Найфонов. Каждый из них прошел долгий и сложный путь к триумфу. Никаких секретов нет, только вера в победу и полная самоотдача на тренировках. У каждого из этих ребят есть своя история. Они просто так чемпионами не стали. Это 10-15 лет кропотивой работы. Они тоже были такими же, как и вы. Вы не думаете, что чемпионами становятся только ребята из состоятельной семьи. Наоборот, если не верить, вот, простите, у главного тренера, 99% наших сборных – это ребята из состоятельной семьи. Просто у них есть огромное желание, у них есть цель, у них есть мечта. Они хотят стать чемпионами. Приезд титулованных спортсменов стал для местных жителей настоящим праздником. Отпускать гостей без подарков здесь не принято, поэтому всех вольников нарядили в бурке и папахе. Помимо Кизелюртовского района, команда «Олимпийца» успела побывать и в Махачкале. В Музее спортивной славы гостям провели экскурсию. После чествования в Дагестане у вольников будет еще несколько дней для отдыха. Затем спортсмены присоединятся к сбору национальной команды в Сочи. Впереди финальная часть подготовки к Октябрьскому чемпионату мира. Курбан Рагимов, Джалал Магомедов, телеканал ННТ. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. До встречи.